Заседание ректората КФУ под представительством ректора Ильшата Гафурова прошло 15 мая в Музее Истории КФУ. Первым со своим докладом выступил главный врач университетской клиники Альмир Абашев. Главврач клиники познакомил собравшихся с результатами, достигнутыми клиникой за год, прошедшей с интеграцией в состав университета, в части переоснащения ее современным оборудованием и трансляцией на практику новейших разработок и методик диагностики и лечения пациентов. Мы избрали для себя точки роста в тех местах, где уже существуют предварительные компетенции и вот четыре основных направления определили для себя по этапам развития. Это сердечно-сосудистая система в рамках развития хирургических компетенций. В свою очередь ректор КФУ предложил создавать больше площадок для диалога врачей клиники и ученых институтов фундаментальной медицины и биологии, а также других институтов. Вопросы совместных научных исследований, Марат Рашидович, может быть нам две-три лаборатории сделать по ППК, по типу Open Lab, то есть чтобы часть там присутствовали сразу действующие, клинистыцы и часть наших ученых. Клиники также разделяют мнение ректора. Например, остро стоит вопрос инженерного и технологического обслуживания закупленного инновационного оборудования. «Единица техники в больнице одна, и она вдруг останавливается по каким-то мелочным причинам. То есть мы сразу откатываемся в каменный век. Например, ангиограф – это очень здорово, если бы у нас в числе технических работников наших, инженерных служб, были специалисты, которых обучили бы производители». Важным аспектом является то, что планируется начать базовую подготовку таких специалистов на уровне бакалавриата. Тему развития приоритетных направлений продолжил проректор по научной деятельности КФО Денис Нургалиев. Его доклад был посвящен участию КФО в конкурсном отборе проектов на предоставление субсидий в целях реализации федеральной целевой программы, исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 и 2020 годы. Среди претендентов на госсубсидии от КФО оказались самые разнообразные амбициозные проекты, в том числе получившие определенную известность концепции робота-юриста и персонифицированного медицинского симулятора. Постоянной корректировке нуждаются профессиональные образовательные стандарты. Проблема соответствия компетенции современных работников растущему уровню научного и технологического прогресса, а также подготовки будущих кадров, удовлетворяющих этим требованиям, затронул в своем докладе проректор по образовательной деятельности КФО Дмитрий Таюрский. На нынешний момент разработано 960 профессиональных стандартов. Наука хотя бы включена с 2017 года в область профессиональной деятельности, образования и наука. Но при этом квалификационные требования для младшего научного сотрудника, для научного сотрудника и так далее, они не разработаны. Ректор КФО призвал активнее пользоваться исключительным правом Федерального университета на внедрение и реализацию собственных стандартов образования и внедрение новых программ.